В Майнкрафте теперь можно добыть биткоины. Майкрософт обнаружил вредоносный ПО на обоих десктопа. А в Швейцарии за налоги можно платить криптовалютой. Обо всем об этом в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Начнем мы с довольно интересной новости. Разработчики культовой игры Майнкрафт запустили новый сервер Satoshi Quest, на котором геймеры могут принять участие в поисках сундука с настоящим биткоином. При первом входе в биткоин Майнкрафт игрок получает адрес своего уникального кошелька. Теперь его задача — отыскать спрятанный биткоин быстрее остальных, параллельно сражаясь со злодеями и монстрами. В случае гибели персонажа каждая новая жизнь стоит 1 доллар. Собранные деньги перечисляются в хранилище Майнкрафт. Именно за них и будет приобретен один биткоин для победителя. Когда один из геймеров выигрывает, система автоматически перечисляет ему 85% от выигрыша. Остальные 15% отправляются обратно в хранилище Майнкрафт для выплат другим участникам. Игра автоматически сверяет и корректирует цену биткоина каждые 15 минут. Так что, кто увлекается Майнкрафтом, у вас появилась неплохая возможность подзаработать на игре. А вот подразделение Microsoft по расследованию киберугроз обнаружило вредоносное ПО для скрытого майнинга криптовалют в обоях для рабочего стола с изображением баскетболиста Коби Брайанта, погибшего на прошлой неделе в авиакатастрофе. Киберпреступники ожидаемо извлекают из трагедии выгоду. Обои с Коби Брайантом оказались HTML-файлом, содержащим скрипт для добычи монет, сообщили в компании. Специалисты установили, что вредонос является трояном. Троян HML Bracoiner. Код скрипта содержит упоминание CoinHive, распространенного ПО для скрытого майнинга криптовалюты Монеро, обслуживание которого было прекращено в начале марта 2019 года. Ну и напоследок. Власти небольшого швейцарского города Цермат позволили жителям платить налоги с помощью первой криптовалюты. Поддержка таких платежей реализована при участии старейшей криптовалютной компании Швейцарии Bitcoin Suisse. Соответствующее Point of Sale решение уже установлено в здании муниципалитета. Однако для осуществления таких платежей жителям нужно подать заявку в местный налоговый орган. Полученные биткоины Bitcoin Suisse будет конвертировать швейцарские франки и переводить средства на соответствующий банковский счет. К слову о развитии криптовалют в Швейцарии. Год назад швейцарским банком Dukascope была запущена первая в мире регулируемая криптовалюта Dukascoin, курс которой за последний месяц вырос на 90% и стабильно держится в районе 1 евро и 90 центов за токен. Текущий курс вы видите на своих экранах, а более подробная информация по ссылке в описании. Не поленитесь и проверьте. А на этом у меня все. Хорошего вам дня. До свидания. Продолжение следует...